Значит, как квантовая идея света, то есть то, что свет двигается отдельными кусками с отдельной энергией, такими вагончиками в виде как бы частицы, как квантовая теория света помогла решить проблему с атомами. Значит, там в начале века были всякие модели атомов. Там атом, как такой шар, в котором всякие вкрапления положительные или отрицательные. Атом, как планета, в котором есть ядро. Это, кстати, была такая крутая модель, это прикольный, хороший шаг на пути к тому, что такое атом. Например, атом, у которого внутри положительное ядро, а вокруг летают отрицательно заряженные электроны или там что-нибудь еще по кругу. Но проблема была в том, что электрон, который отрицательно заряженный электрон, который летает вокруг ядра, если он летит по кругу, он все время ускоряется. А ускоряющийся электрон постоянно должен из себя выпускать электромагнитные волны, то есть какой-то свет. Потому что электромагнитная волна, радиоволны, это тоже свет в каком-то смысле, мы просто его не видим. И он бы постепенно не двигался по орбите, а постепенно падал бы в середину на ядро, и атомы были бы нестабильные. Но мы видим, что атомы стабильные, они не разваливаются за 15 секунд, и поэтому непонятно, что происходит. Так вот, первая модель атома, в которой в середине есть положительное ядро, а вокруг одновременно везде, да, то есть одновременно на этой сфере везде, как бы я рисую сферу вокруг этого ядра, находится отрицательно заряженный электрон, да, он как бы везде на этой сфере. И электрон может иметь разные уровни, разные как бы удаления от атома, да, он может находиться на базовом уровне, то есть на самой маленькой сфере вокруг атома, может находиться на, так сказать, на более высоком уровне, на возбужденном уровне, то есть на более далекой орбите или более другой геометрии, там, орбите какой-нибудь от атома. И главная идея, что между уровнями, когда он переходит, он может переходить только скачкообразно, и при этом он должен выделять или поглощать один квант света, то есть одну, вот этот, один, одну эту штуку света, которая, в которой свет ково проявляется, одну частицу света, да, то есть для того, чтобы перейти с более низкого уровня, с более низкого уровня на более высокий уровень, ему нужно поглотить в себя один кусочек света. Да, внутрь. А для того, чтобы перейти в обратном направлении, ему нужно выпустить из себя один кусочек, такой же кусочек света. И то, какие куски света, какой длины волны, какой частоты, и каким образом они испускаются, и будет решать то, какие переходы в атоме будут, и то, почему атом стабильный и не падает, и почему электрон не падает на ядро. Так, еще квантовая теория света помогла решить проблемы с атомами. Да, то есть главная идея, у вас есть атом, и у него есть разные уровни, более возбужденный, менее возбужденный. И значит, если электрон находится на менее возбужденном уровне, чтобы ему, причем электрон не находится в одном месте, да, он как бы одновременно везде, чтобы ему одновременно стать везде на более возбужденном уровне, атом должен поглотить в себя частицу света определенной частоты, с определенной энергией разницы, да, с той энергией, которая является разницей между уровнями здесь, да, то есть электрон на более высоком уровне имеет большую энергию, электрон на меньшем уровне имеет меньшую энергию, и атом должен поглотить эту энергию в виде порции света. И он поглощает ее только порционно, кусками, а не постоянно какими-то, он постоянной волной постоянно поглощает, и спускает только кусками. И вот эта идея того, что все происходит кусками, поглощение атомом, всякие реакции, вылет электронов и так далее, и есть главная идея такая квантовой механики.